Всем здравствуйте! С вами Ася Касьянова. Это программа «Активный горожанин». А значит, по крайней мере, на одну проблему в городе скоро станет меньше. Мы готовы помочь вам справиться со сложностями в вопросах благоустройства, коммунальными неурядицами и не только. Для того, чтобы мы включились в работу, достаточно оставить сообщение на этом сайте. Еще один способ подправить нам сигнал – установить мобильное приложение «Веселан-Удэ» и найти в нем раздел «Активный горожанин». Сообщения отсюда также дойдут до адресата. Не так, что сегодня волнует активных горожан. Завалило! Владельцы гаражей, которые расположены в микрорайоне «Аршан», боятся получить кирпичом по голове. И вот почему. Наш гаражный кооператив находится на улице Лермонтова за 42-й школой. Сразу над гаражами два жилых дома. При строительстве и ремонте домов мусор не убрали, а скинули с горы. Как раз на крыше гаражей. Просим разобраться с этим вопросом. Просят? Значит, надо разобраться. Едем. Да из всего, что люди тут побросали, можно целый дом построить. Надо кирпич? Пожалуйста. Пластиковые оконные рамы? Милости просим. Есть доски и прочий стройматериал. Вот только все это БУ. И сразу видно, что хозяева этого стихийного склада возвращаться за добром не собираются. Владельцы гаражей грешат на жителей частных домов. Просто раньше мусорка была, да, выше гаражей. Там стоял оранжевый бак, специальный под мусор. И они по привычке... Потом, в конечном итоге, бака этого не стало, и этот мусор стали... Сначала просто выбрасывают поверх гаражей, да, на крыше. А потом, в конечном итоге, в пустые гаражи стали этот мусор завозить. Тогда, говорит Алексей, он пошел жаловаться в местную администрацию. Но там сослались на председателя гаражного кооператива. Следить за чистотой его обязанность, уверяли они. Правда, этого самого председателя не было. Недавно местные выбрали на эту должность одного из своих соседей по гаражам. И он уже предпринимал попытки навести порядок. Мы идем на подключение света, чтобы повешить ворота. Я жду документы электрогруппы. Ну, с энергозбыта точнее. А чтобы повешить, закрыть все дверки, видите? Мы вычищали один гараж, он у меня, получается, 31-й. Думал, ну, ворота повешить. Там закрыть, чтобы никто не бросал. Через год сняли ворота, получается, и по новой мусори начали. Но оказалось, что земля за кооперативом не закреплена. Много заброшенных строений. Потому власти пошли другим путем. Мы брали объяснение, как с лиц проживающих, соседей с них. И вот выявили то, что один из соседей в свое время складил туда эти отходы. Но, в том числе, он их там сложил, а не сбросил их. И в дальнейшем собирался их использовать. С учетом прошедшего времени, никуда их не использовал, там они остались. Поэтому мы это расцениваем как сброс мусора в местах неустановленных органов местного управления. За что полагается штраф до 5000 рублей. А еще уборка в обязательном порядке. А дальше представители администрации пойдут в прокуратуру. Дабы свалка исчезла не только в одном месте, а из каждого бесхозного гаража, нужно написать жалобу на регионального оператора. Он-то и будет ликвидировать завалы. Зачем? Зачем вы бросаете свой строительный мусор, где попало? Возможно, многие просто не знают, что региональный оператор, то есть компания ЭкоАльянс, и так обязан забрать его у вас. И за это, внимание, не нужно доплачивать. Вот есть тариф, установленный для вас на вывоз мусора, и все, больше они брать не должны. Так что сделали ремонт, смело несите все старье к своим мусорным контейнерам. В разрешенный список входят вся мебель, шкафы, столы, стулья, диваны, кровати, пластиковые окна, двери, проемы, штукатурка, кирпич, линолеум и ламинат. Что делать, если нет контейнерной площадки, а есть мусоропровод, скажете вы? В этом случае ваша управляшка должна заранее определить место для складирования таких отходов до момента их вывоза. Если вынесли что-то очень габаритное, потрудитесь заранее предупредить регионального оператора. Чтобы в его транспорте было предусмотрено место. Для этого звоните на номер 37-91-95. В свалку превращается и еще одно заброшенное здание. А еще оно стало центром притяжения весьма непритязательного контингента. Вот ваше обращение. Опасное здание по адресу улица Братская, 2А. Не огорожено. В свободном доступе детей. Место сбора асоциальных элементов. Примите срочные меры. Приведите в нормативное состояние. Кто сказал заброшено? Вон ведь люди работают. Но первое впечатление обманчиво. Что за работы здесь идут? Мужчина. Мне хочется общаться. Ну пошли туда. Что-то. Здравствуйте. Скажите, а что за работы вы здесь ведете? Демонтируем. Демонтируете? А вы от какой организации? Строек. Какой? Стройка. Стройка? То есть вы воруете, что ли? Нет. Все-таки воруют. Несколько мужчин, которые трудятся на объекте по соседству, пытались стащить отсюда шифер. Увидев нас, горе-работники благополучно растворились. Сейчас здание никого не осталось. Пойдемте посмотрим, что там внутри. Судя по такому импровизированному столу, воришки еще не самые опасные поседители развалюхи. Видимо, бездомные не раз наведывались в эти стены. Когда-то здесь было кафе, а еще детский сад. Но собственник не вспоминает про здание уже не один год. И такое соседство вызывает опасения у местных. В данном случае участок с зданием принадлежит физическому лицу, не являющемуся гражданином республики Брятия. То есть он находится за пределами и будет направлено требование по месту фактического нахождения, то есть прописки регистрации. И в случае, если данный гражданин не явится по требованию, будет составлен протокол заочный, рассмотрен административной комиссией. Прописан владелец в Приморье. За такое состояние недвижимости его накажут штрафом в 5 тысяч, причем не единожды. Санкцию будут налагать до тех пор, пока хозяин постройки не законсервирует ее должным образом. А именно, он должен возвести забор по всему периметру. Кстати, о заборах. В одном из прошлых выпусков я рассказывала об узком переулочке, который образовался на комушке вместо полноценной дороги. Тогда власти взялись выяснять, чья вина. Оказалось, один из владельцев участков захватил чужие земли. По результатам проверки ему было выписано предписание с указанием сроков для освобождения данного земельного участка в добровольном порядке. В настоящее время сроки по предписанию истекли уже все. Был осуществлен повторный выезд. Землепользователь в добровольном порядке не исполнил данное предписание. В настоящее время материалы направлены в правовой комитет администрации города Ланды для подачи искового заявления в суд. После того, как суд вынесет решение, его направят приставом. И если захватчик земель сам не передвинет свой забор, это сделают за него. Дорожная тема стоит остро и для жителей улицы Бабушкина. В сервисе «Активный горожанин» мы нашли такое послание. Не так давно придомовую территорию по адресу Бабушкина, 27, асфальтировали. До конца работы не выполнили. Невозможно проехать на машине. Прошу обязать привезти данную территорию в надлежащий вид. Смотри, идет человек-пенсионерка. Она тут раз упала и все, запнулась. Но сделайте асфальт, вопросов же нет. Тем более администрация, смотрите, рядом. 25-й дом, считайте, вот администрация. Сделайте асфальт, дорогу. А давно в таком состоянии дорога? Естественно, дождь пройдет, вот это все сразу льется. И здесь ямы такие. Вот вчера закатали песок буквально вот. Привезли и песок, и щебень. Заезд к 27-му дому теперь попроще, конечно. Но жители уверены, до поры до времени. Почему же площадку вокруг дома асфальтом устелили, а весьма популярный у горожан проезд остался неудел. Дело в том, что дорогу делали в рамках программы «Комфортная городская среда». Асфальтирование проводится именно при домовой территории. А этот проезд, к сожалению, не относится к при домовой территории. Но на сегодняшний день данный вопрос, конечно же, будет рассмотрен. Но он будет рассмотрен при наличии выделения целевого финансирования из республиканского либо местных бюджетов. А пока только отсыпка. И отсыпку, и грейдер, как манну небесную, ждут в микрорайоне Забайкальский. Вот обращение от местных жителей. Купили дом в 43-м квартале. После дождя дорогу размывает так, что невозможно проехать. У меня трое маленьких детей. Не могу даже съездить в больницу, так как машина застревает. Своими силами уже не справляемся. Нужна техника. Все мы знаем, что жители ДНТ обязаны сами свои дороги ровнять. Почему такая дискриминация имеет место, непонятно. Но закон есть закон. Однако власти готовы прийти на выручку. Наши специалисты выехали в 43-й квартал. Дорога действительно размыта последними вот этими дождями. Завтра туда выйдет грейдер, дорога будет спланирована. У меня на сегодня все. Будьте активнее, и тогда жизнь в нашем городе станет комфортнее. С вами была Ася Касьянова. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова